Живёт, живёт, село родное, поёт, поёт в селе Гармон. Теперь и в деревне Ермолина Ивановского района гармонии есть где петь. В минувшие выходные здесь открылся сельский клуб. К этому торжественному дню шли пять лет. Раньше в здании располагалась школа-интернат. Однако со временем детей в округе стало меньше. И освободившиеся площади нужно было использовать рационально. Нам нужно было просто принять решение, что сделать с этим зданием вообще. Его было лишку. За коммуналку платили много, а детей мало. И поэтому мы стали реализовывать этот проект. Мы решили его не закрывать. Сначала мы открыли в этом же помещении детский сад. Потом сюда перевели администрацию, сельскую библиотеку, МФЦ. В прошлом году мы открыли офис врача общей практики. И у нас оставалась еще часть помещений, которые были не задействованы, не отремонтированы. И по просьбе жителей мы сделали небольшой клуб. Теперь под одной крышей настоящий социокультурный центр. Клуб уже финальный аккорд работы. А между тем старожилы рассказывают, дело это для железнодорожной станции Ермолина большое. Места для досуга здесь не было никогда. У нас наши родители, когда были молодыми, они вот на перроне, на станции, под гармонь танцевали. Когда уже мы подросли, я вот сказала, что мы уже бегали в эти, в Апольные был клуб. Везде, во всех деревнях был клуб. А на нашей станции народ было очень много людей жило. Гораздо больше, чем сейчас живет. Но клуба не было. Хозяйкой клуба стала Анна Красавина. По образованию художник-мастер и по совместительству житель соседней деревни. От себя обещает деятельность клуба сделать максимально разнообразной и интересной для каждого. У нас очень много пожеланий и у местных жителей, и ветераны у нас очень хотят присутствовать и проводить всякие свои вечера и праздники. У нас будут календарные праздники, которые проходят в течение года. Кружки для детей будут, для пенсионеров будут. Все пожелания, которые они хотят, будем стараться проводить. Местные для детей на Новый год проводят дискотеки. Если будет разрешено, будем проводить дискотеки. Теперь в Ермолинский клуб намерены ходить жители всех окрестных деревень. Молодежи податься некуда. А сейчас и суббота будет занято, и пятница, и на досуге, и школьники все здесь будут. В Тимошихе есть клуб, но уже, как вам сказать, только кружки тоже ремонтировать нужно. То есть дискотеки особо для детей. А я считаю, здесь большое поселение. Молодежи надо куда-то податься, и поэтому это очень хорошо, что здесь открыли клуб. Даже мы с Тимошихей и всей молодежью будем ходить сюда. Ремонт клуба обошелся Ивановскому району в полтора миллиона рублей. Для небогатой казны сумма солидная. Но, по сути, копейки в сравнении с теми эмоциями, которые испытали местные жители, ощутив себя хозяевами собственного сельского клуба. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.